В России разрабатывается арктическая навигационная система. Ее разработкой занимается концерн радиоэлектронной технологии. Сейчас проводятся испытания арктического варианта навигационной системы, которая позволит при отсутствии любого навигационного поля и любых ориентиров выполнять безопасный полет. Концерн также создает для Арктики целый комплекс другого оборудования. Это всевозможные системы управления самолетами и вертолетами. Кроме того, речь идет о топливных системах, которые способны работать в запредельных условиях при крайне низких температурах. В апреле концерн приступил к оснащению военно-транспортных вертолетов Ми-8 бесплатформенной инерциальной навигационной системой, которая позволит крылатым машинам успешно выполнять задачи в Арктике. Временно исполняющий обязанности Ямала Дмитрий Кобылкин возглавил национальный рейтинг губернаторов за май-июни, выпущенный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Статус Дмитрия Кобылкина, как одного из лидеров исследования, уже стал привычным. Говорится в исследовании, его безоговорочная победа на праймерис по большому счету была настолько предсказуемой, что в отличие от других подобных случаев, ничего не прибавило к уже устоявшейся репутации губернатора. В пятерке лидеров также находятся главы Белгородской области, Республики Татарстан, Тюменской и Кемеровской области. Данное исследование преемственно предыдущим, выходившим под названием «Регионы России. Рейтинг губернаторов». В Ненецком округе возобновили отопительный сезон из-за похолодания. В первую очередь теплом обеспечили дошкольное образовательное учреждение Наримары и округа. Временная подача теплоэнергии продлится, пока среднесуточная температура воздуха в регионе не превысит плюс 8 градусов. Как сообщалось, на днях из-за холодной погоды возобновилось отопление в Воркуте. В воскресенье в городе температура понизилась до плюс 4 градусов и выпал снег. Шитье одежды и сбор ягод. Такую работу в Ямальском районе предложили тундровикам, потерявшим свое стадо. Главная проблема сегодня – это найти себе применение. Семьи у тундровиков большие, чтобы прокормить их, необходимо найти альтернативный вариант заработка. В результате совместного диалога родилась программа организации труда оленеводов-частников, оставшихся без оленей. Тундровикам была предложена альтернатива, и многие откликнулись на это предложение, а кто-то нашел свой вариант. Так, к примеру, в Панаевской тундре один оленевод сам организовал свой труд, стал кузнецом. Для женщин занятие тоже нашлось – это шитье одежды из оленей шкур и рукавиц из лап. В тундре они необходимы и пользуются большим спросом. К примеру, на зиму оленеводу нужно не менее четырех пар рукавиц. Конечно, для этой деятельности необходимо сырье. Вот над этим сейчас работают специалисты администрации. Во время осеннего убоя оленей все необходимое можно найти и на Юребее, и в Ярсале. Помимо этого, тундровикам было предложено заготавливать ягоды. К примеру, на это уже согласилось предприятие «Ямальские олени». Продукцию готовы реализовывать через уже существующую торговую точку и не только. Варианты существуют различные, но пока не все тундровики определились с выбором. Для некоторых это действительно сложно. Бывший оленевод Сергей Язынги рассказывает, что его большая семья потеряла большую часть оленей, вместо 300 осталось 60. Оставшихся продал людям. Заработков на сегодня особых нет. По его словам, даже для предложенных вариантов необходимы дополнительные ресурсы, взять их неоткуда. Ситуация для его семьи сложилась непростая. После потери оленей он таки осел недалеко от райцентра и перекочевать в другое место, возможности нет. Таких семей немало осело вблизи поселков и вся надежда на содействие районной и окружной власти. Настрой у оленеводов, несмотря ни на что, оптимистичный и готовность к смене деятельности есть. В поселке Тереберка Мурманской области 11 и 12 июля пройдет первый арктический фестиваль развития территории под названием «Тереберка. Новая жизнь». Напомню, поселок обрел широкую известность после выхода фильма «Левиафан» и сразу стал символом российского захолустья, беспросветности и тоски. Организаторы фестиваля Борис Акимов, фермерский кооператив «Лавка-лавка» и проект развития регионов «Большая земля» намерены сломать стереотипы Тереберки как об умирающем поселке. В рамках форума будет представлен анализ ситуации с рыбным промыслом и предложены бизнес-модели для развития малого предпринимательства. Для участников фестиваля будут организованы пешие трекинги, хайкинг-маршруты, школа скалолазания, выход в море на рыболовецких судах, кайтинг и серфинг. Тереберка уникальный и старинный поморский поселок, который является единственной в России точкой на побережье Северного Ледовитого океана, куда можно без труда добраться на автомобиле. Фестиваль призван собрать воедино все лучшее, что есть в Тереберке и показать, что у поселка большое будущее. Участок «Синские столбы» на реке Синяя в Якутии включен в состав объекта всемирного наследия природный парк «Ленские столбы». Такое решение было принято на 39-й сессии ЮНЕСКО. В частности, было отмечено, что представленная территория, кроме своей эстетической красоты, имеет особую ценность с точки зрения науки и изучения истории нашей планеты в период Кембрийского взрыва. Включение Синского участка в состав объекта наследия природный парк «Ленские столбы» позволит усилить его выдающуюся универсальную ценность. Признание территории Синского участка достоянием всего мира – это очень важное и правильное решение. Природа республики Саха уникальная, но очень хрупкая, поэтому требует особого внимания. «Мы уверены, что это решение оправдает надежды многих и послужит гарантом сохранности включенного объекта для будущих поколений», отметила министр охраны природы Якутии Сахамина Афанасьева. Синские столбы расположены в 200 километрах от Якутска на берегу Якисинья и представляют собой два ряда вертикальных отвесных скал. Скалы имеют различные причудливые формы – столбы, каменные арки, шпили и башенки. На многих из них археологи и местные жители нашли следы древней наскальной живописи. На острове Колгуев завершились съемки документального фильма о перелетных птицах. Группа орнитологов из Германии совместно с немецкой телекомпанией и российскими научными сотрудниками хотят показать весь жизненный цикл птиц на территории Германии, Ленинградской области и Ненинского округа. Процесс зимовки гусей снимали непосредственно в Германии, перелет птиц съемочная группа застала в Ленинградской области. А вот процесс вылупления птенцов снимали в Ненинском округе. Момент важный и трогательный, так что ученые были в восторге. Остров Колгуев – это основное место гнездования гусей в округе. Здесь гнездится порядка 30% популяции белолобого гуся, порядка 20% белощокой казарки и вот гуменник – это три основных гуси, которые гнездятся на этом острове. И еще задача была заснять процесс изучения гусей, то есть как научные сотрудники работают в поле. Несколько дней представители немецкой телекомпании Colorfilm, научные сотрудники из Германии и России провели в тундре, наблюдая за процессом появления птенцов. Это не первая съемка германских представителей. Уже несколько лет на острове Колгуев ведутся наблюдения за этой одной из самых крупных птиц. Идея зародилась в 2006 году, когда мы начали изучение гусей на острове Колгуеве как основном месте гнездования птиц. Были работы проведены по спутниковому уменьшению гусей, которые пролетают около 2500 километров от места зимовок к месту гнездования. И тогда зародилась идея собрать эти данные и сделать анимацию, как гуси эмигрируют с этими датчиками и снять, как это все происходит в природе. Съемочный процесс полностью завершен. Впереди монтаж. Организаторы съемок остались довольны работой и высказали пожелания к дальнейшему сотрудничеству. Удалось снять процесс вылупления, вождения выводков взрослыми птицами. Первый раз наша телевизионная группа попала в тундру. Очень сильные впечатления. Очень много птиц гнездится и нет нигде людей. Очень большие пространства. Погодные условия на этой неделе были тяжелыми. Много дождей и штормов, но у нас самые светлые впечатления. Документальный двухсерийный фильм продолжительностью пять часов будет транслироваться на общественном государственном телеканале Германии. Кадры, снятые в процессе исследования, будут предоставлены для использования в Денисском округе.